К другим темам. Городской музей изобразительных искусств присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». Народные гулянии развернулись не только внутри здания, но и на улице. Горожане пели песни о войне, угощались фронтовой кашей и фотографировались техникой военных лет. В залах музея гостей ожидало множество сюрпризов. Подробнее о самой продолжительной ночи искусств в репортаже Яны Пачевской. Больше всех военные автомобили, представленные обществом «Газпром добычи Ямбург», интересуют молодежь. Детей сюда тянет как магнитом. Это неудивительно. На военную технику можно не только посмотреть со стороны, но и в прямом смысле прикоснуться к истории. Сесть за руль автомобиля, который вместе с советскими солдатами прошел через военные годы и хоть на минуту представить себя на месте того, кто им управлял, большая удача. А ты, улетающий даль самолет, сердце свое береги. Под поющую гармонь одна за другой льются старые добрые песни, погружая окружающих в атмосферу тех лет. В трудные минуты песня ободряла, поднимала боевой дух. С ней шли трудиться, с ней отправляли в бой. Пока одни поют, а другие угощаются военно-полевой кухней, третий примеряет на себя воинский образ. Облачиться в солдатскую шинель и сфотографироваться на память разрешают всем, кто желает. На ней чуть-чуть подразделялись. Мы изрезанные колонки. Леонид Иванов частный коллекционер. Рассказывает посетителям о своей коллекции и показывает ее. Для выставки он любезно предоставил собранную военную амуницию советской и германской армии. Каски, патроны, предметы одежды и быта – все без исключения вещи подлинные. В другом углу советские плакаты и документы. Их также собирал новоуренгойский коллекционер Георгий Мелехов. Тут и музыканты, играющие на духовых инструментах. А это представители православного военно-патриотического клуба «Ирбис». Под их руководством каждый желающий от мала до велика может собрать и разобрать автомат и пистолет. Было очень интересно. Пистолет я настоящий держу не в первый раз, я его держал. Нам приношили в школу еще оружие. Я держала пистолет, автомат АК-47. Самое тяжелое для меня было то, что когда снимаешь, ну точнее, когда патроник вытаскиваешь, тогда было самое тяжелое, потому что это было тяжело. Организаторы экспозиции и фронтовой альбом подготовили поистине насыщенную программу. Создать атмосферу военных лет и представить гостям как можно больше интересного удалось на ура. По словам самих работников, такого наплыва желающих прикоснуться к истории своей страны не было еще никогда. Яна Почевская, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».